Мясо, запеченное по этому рецепту, получается сочное, ароматное и оригинальное по своему вкусу. Это отличная буженина на праздничный стол. У меня есть вот такой вот шикарный кусок мяса, и я его буду готовить по особому рецепту. Мясо мы будем готовить в несколько этапов. Для начала я сварю рассол из специй, остужу его и замариную в нем мясо на 12 часов. Я его поставлю на ночь в холодильник, а завтра мы продолжим. А сейчас пошли варить маринад. Из специй я буду использовать 2 лавровых листочка, 3 горошины душистого перца, горошин 8 черного перца, чайная ложка хмели-сунели, столовая ложка соли. Кипятим 2-3 минуты, остужаем. Закрываем крышкой и ставим в холодильник на ночь, на часов 12. Мясо у нас пролежало всю ночь в рассоле. Я его достал, обсушил, хотя влага все равно из него будет немного выходить. А пока мясо отдыхает, дышит свежим воздухом, мы сделаем для него обмазку из специй. Нам понадобится диджонская горчица или, как ее еще называют, французская. Суть этой горчицы, что она идет зернышками. И когда запекается мясо, это очень вкусно. Дальше из специй я беру розмарин, молотый кориандр, смесь черных молотых перцев, зубчики чеснока, в данном случае я взял 3 штучки, а вы можете брать по вкусу, и немножко сольки. Значит, что мы делаем? Первое. Берем зубчики чеснока и давим их на чеснокодавилки. Выдавленный чесночок, добавляем щепотку соли, для того, чтобы соль вместе с чесночком вытянула из него все соки. Это все перемешиваем. Вот так его. И добавляем сюда растительного масла. После маслица добавляем розмарин. Я беру розмаринчик, щепотку, и вот так его слегка придавливаю пальцами, чтобы ему чуть-чуть его разломать. И вторую щепотку розмаринчика. Розмарин очень сильная вкусная специя, она придает аромат. И, в принципе, можно еще даже и третью маленькую щепотку розмаринчика. После розмаринчика я добавляю кориандр. Кориандр тоже добавляем, ну, на мое количество мяса где-то, наверное, чайную ложку. После кориандра идет черный молотый перец. В данном случае у меня смесь черных перцев. Тоже где-то пол чайной ложечки. И это все дело хорошенько перемешиваем. После того, как мы перемешали, добавим сюда немножко диджонской горчицы. Или французской, как ее еще называют. Я ее положу сюда. Ну, на такое количество мяса, как у меня, я думаю, где-то одну чайную ложечку. И мы ее еще будем использовать потом. Поэтому далеко не перчат. Аромат стоит потрясающий. Смесь чеснока, специй, в сочетании с растительным маслом делают свое дело. Следующим этапом берем мясо. В моем случае этот кусочек мяса зависел кило 700. Вы специи можете добавлять по своему вкусу. И количество тоже регулируете. Например, если кто-то любит более острое, можете добавить больше перцев. Кто-то любит мясо понежнее, перцы или чесночок можете не использовать. Но я люблю, поэтому я делаю вот так вот, как вам рекомендую. А вы уже смотрите по ситуации. Значит так, берем наше мясо. Я его положу в более глубокую мисочку для удобства. И начинаем его обмазывать полученной смесью. Так вот щедро выкладываем и втираем. Делаем мясо массаж. Мясо мы щедро обмазали специями. Втираем их туда. Сделали мясу массаж. И после этого отставляем его минут на 30-45, чтобы оно немного постояло. После этого мы его выложим на фольгу, завернем и будем запекать в духовке полтора-два часа до готовности. Прошло 45 минут. Наше мясо отлежалось, пропиталось ароматами. И сейчас мы его будем заворачивать в фольгу. Фольгу смазываем растительным маслом. Чуть-чуть пульем. И аккуратненько по всему периметру. Ложим сюда. Берем наш кусочек мяса. И перед тем, как его выкладывать на нижний слой, еще промазываем хорошенько горчицей. Вот здесь горчицы можно вот так ее плотненько, плотненько, плотненько промазать. Верхний слой мяса вымазали горчицей и укладываем его на низ. Аккуратненько. Опа. Вот так. Остатки специй достаем. Так. Ой, какой стоит аромат. Это не передать слова. И сверху берем и еще выкладываем так же само горчичку. Так щедро намазываем. Горчичка. Сделает свой эффект. Мясо получится пикантным, нежным, сочным. Ну и остальные специи тоже сделают свой эффект. Один розмарин чего стоит. Про чеснок я вообще молчу. Ароматы потрясающие. Так. Мазаем, обмазаем. И еще чуть-чуть вот здесь. После того, как мясо мы обмазали французской горчицей, заворачиваем в полюбку. Делаем такой как марш. Мясо мы упаковали в фольгу. Аккуратно его завернули. Здесь будет происходить круговорот специй, сока. Фольга сделает свое дело. Сок не будет испаряться. Влага лишняя не будет испаряться. Она будет оставаться там внутри. И мясо будет сочное. Так вот. Мы его сейчас отправляем в разогретую духовку. Духовку разогреваем до 180-200 градусов. И запекать мясо будем полтора-два часа до готовности. Вы регулируйте по своим объемам мяса. Если кусок мяса большой, времени на запекание надо немного больше. Если кусочек поменьше, то, соответственно, и делайте пропорциональное время. Итак, отправляем мясо в духовку. Пока мясо запекалось в духовке, на кухне стоял потрясающий аромат. Давайте посмотрим, что же получилось. Итак, аккуратненько раскрываем. Обалдеть! Класс! И здесь очень много мясного сока. Это значит, мясо будет сочное и ароматное. Мы сейчас его аккуратненько переложим на тарелочку. Сок я солью. Он мне еще пригодится для какого-нибудь соуса. Подливы. Может быть, я на нем приготовлю картошечку и сниму для вас новое видео. А вы не забывайте поставить лайк. Лайк я жду. Итак, я сейчас мясо аккуратно переложу. И мы его будем дегустировать. Мясо мы успешно переложили на тарелочку. Сейчас отрежем кусочек. Перекладываем. Мясо на разрезе очень сочное. Специи равномерно покрыли всю поверхность мяса. И сок, благодаря тому, что мясо готовилось в фолье, весь остался. То есть мясо у нас получилось сочное. В этом вся фишка. Лайк, лайк. Итак, а я пробую, что же у нас получилось. Вот такое вот красивое мясо со всех сторон. Отрезаем. Супер мясо. Мясо получилось очень сочное и нежное. Удачное сочетание специй. Розмарина, кориандра, чесночок. Сделало свое дело и придало мясу аромат. А французская горчица прикольно лопается на зубах. В этом свой кайф. Мясо на разрезе получается сочное. Имеет красивую текстуру. Оно украсит и дополнит праздничный стол. Понравилось видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Делитесь этим рецептом с друзьями. А я для вас буду снимать еще больше вкусных, интересных и аппетитных видео. Субтитры сделал DimaTorzok